Добрый вечерочек, друзья! С вами Ферамир и Эдисон. Всем привет! И Азлагор! Всем привет! И сегодня мы будем угонять тачки, грабить ребят и кататься на своих спорткарах. Давайте, и поехали. Я к тебе, Ферамир. А, подождите, подождите, у меня своя тачка, человек Ферамир. Да, ну что-то Азлагор вообще офигел, мою тачку забрировался. Давайте, извините. Давайте, я уже поехал, я вас буду ждать там. Нам нужно угнать две машины. То есть, я одну, Ферамир другую. Да, и в принципе, ребятки, все мы любим GTA Online, тем более кататься на тачках, еще от первого лица постреляем, так что поделать будет уж точно что. Да. И, наверное, также купим маски, которые мы не успели купить в предыдущей серии. Да, потому что с масочками покруче, тем более скоро у нас откроется уже ограбление, поэтому я думаю, это будет как раз-таки нужный девайс. Ну что, Ферамир, делаем нашу тактику. А вот, смотри, тут, скорее всего, перестрелку даже не нужно будет делать, посмотри на них, это же просто... Это хипстеры, это хипстеры, которые нас вообще боятся. Как боятся, если их нужно убивать? А, ну тогда, не, ну если ты хочешь их убивать, тогда это другой вопрос. Да нет, они посвящиваются красным, что их нужно стрелять. Так, ну все, я начинаю тут бойню, короче. Эдисон, ты меня заставил это сделать. Опа, Ферамир, ты одну, я другую. Давай, надо еще понять, какую тут, вот, по-моему, вот эту там. А, я куда? Блин, я к Ферамиру, я к Ферамиру. Давай, садись. Поехали, ты припарковался так? Так, я с первого лица попробую попилать, блин, тут ты офигенно, конечно, припарковался. Опа. Мне перепарковаться? А, нет, я вы... Ферамир, нам нужно убежать, быстро, 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 там шелиться. Все, все, хорошо, нормально. Если мы умрем Азологор, то это будет по твоей вине. А я тут при чем, лоу? А ты при чем тут? При чем здесь я, лоу? Я же вас убиваю, вы что? Так, лучше, блин, меня опять кранчиком забалили копы. Ну давайте тогда, Эдисон, разделим сейчас, чтобы... Да, лучше разделиться, да. Ну я уже убегаю, то есть пытаюсь убежать. Ты как там? Кстати, достаточно удобная, я думаю, такая штучка, да, типа, мы... Ты одну тачку взял, мы с Азологором другую. Два раза быстрее, не надо два раза туда-сюда кататься То есть достаточно удобная система Так И, кстати, пока мы уходим от полиции, Эдисон Давай ещё раз, опять же, напомню, ребятки Чтобы в банды, то есть, присоединялись Здесь такая система, как банды То есть, вы пишите свои ники в комментариях под видео И мы у вас будем добавлять, друзья, в банды, там, чтобы вместе играть Так, думаю, будет веселее Будем собирать А вы же создали, да? Да, ещё нет, как раз будем создавать Как раз, знаешь, создадим свой клан подписчиков, можно и так сказать Да, и вот как раз-таки очень часто ребятки спрашивают Как вот можно поиграть с вами Так, да сяк, вот, идеально Просто вступаете в клан И мы вместе, там, делаем ограбление Убиваем, там, нелегалов в гетто Ну и многое такое И, в принципе, вы сразу же сможете увидеть, когда мы онлайн И просто присоединиться к нам Да, то есть, можно будет куда угодно поиграть Ну что там, Фиромир, я уже убежал Я уже отгоняю тачку на место Да я, блин, капец Я уже второй раз спалился Но сейчас меня не видят они Так что у меня сейчас ещё секунд 20 А ты знаешь, как нужно Если они тебя не видят Просто залетай в какой-то угол И прячься в машине на X Да, 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 и фары выключать А как фары выключать? А вот я не знаю, по-моему H, H, короче, пару раз нажимаешь Там есть более светлый режим фары И более тёмный, вообще без фар А, да, точно У меня светело И всё Полтора километра Сейчас я подъеду быстренько тогда И они как бы нас не будут видеть Ой, блин Фиромир, ты что творишь, что ли? Так, чувак, паренька, вроде Просто ни за что, ребят Просто ни за что Взял, так и Куратая, портаранил Давайте, я уже тут Уже около семи Фиромир, боже Фиромир, ты бы видел, как он водит Да, просто он врезается во всё Всё, что вообще возьмёт Ребятки, если я когда-нибудь сдам на прават То держитесь у меня подальше, серьёзно Я держитесь, да Я держусь, да Я в общем, я вожду уже Так что, давай, там, на связи Мы уже прям реально близко Давайте А вы убежали, да, уже? Да, мы убежали Просто пришлось далеко уехать Сейчас, ну вот, семьсот метров осталось, сейчас шестьсот уже будет такой обратный отчёт Давайте, давайте Я вас жду уже Пятьсот метров осталось Чуть-чуть всего Да, это как я как-то, это, играл И, ну, чтобы на скорость вернуться Я, короче, продрифтовал на последнем повороте Мне не хватило, как раз, пары секунд, чтобы выполнить задание Нет, я плакал сильно Кстати, у меня ещё будет тринадцатый уровень Осталось только прокачать Азлагору, чтобы мы начали ограбление Давай Качнёте меня, ребят О, да, сейчас Симончик нам скажет пару ласковых Интересный Интересный Смотрите сейчас на моё лицо Вот, посмотрите, вы просто сейчас оцените Да, чё? Вот такой какой-то Да, простой взгляд Просто А вы тоже сейчас видите стоп-кадр, что Азлагор такой О, вау Девять куф Девять штук нам дали, четырнадцать Я двенадцатый уровень Юху Ща мне Лестер позвонит, мне так кажется Блин, мне кажется, ребятки, что надо почаще такие задания делать Потому что двенадцать, десять тысяч зелёных на дороге Слушайте, тогда сейчас просто-напросто выйдем И подождём ещё задание от какого-то сюжетного персонажа По-моему, у меня даже есть от этого, как он, от ниггера в гетто Тебе постреляться Так давайте в свободный режим заходим, голосуем, ребятки Давай И возьмём этот Джеральд, по-моему, или как Нам нужно будет где-нибудь кокс опять Или мет, какое-нибудь стекло забрать И там тоже дают дофига денег и дофига опыта Да, вот такие задания самые прибыльные Да, и они, кстати, не напрягают То есть сразу всё понятно То есть не надо бочку себе ломать То есть всё понятно Да, на принципе, мне кажется, что это всем нравится Когда выполняем такие задания, грабим банки Так, выскочите, когда прогрузите Мне пока ещё задания не дали А сейчас ему позвоню, чтобы он мне дело, короче У меня есть одно задание, но это только на два человека Если хотите, я могу там Азлагора пригласить или Фиромира Давайте Фиромира лучше, а я лучше пойду Да, у нас, знаете, такой I believe I can run Короче, Азлагор у нас... Азлагор у нас уходит в закат А следующее задание мы выполняем уже в дуэте с Эдисоном Да, ребятки, так что обязательно не забудь подписаться на канал Что он будет написать? Прямо посредине серии такой чувак уходит Нужно быстро, нужно как можно быстрее пропиариться Как можно быстрее, пока ещё успеваю Пока ещё скайпа не отключили Ладно, ребят, давайте, всем удачи Удачи вам на миссии, давайте, пока Приятного аппетита Ну что, ребята, мы продолжаем, точнее, начинаем новое задание И бежим с Фиромиром Так, давай садись в мою тачку Зачем поделить? Да, я думаю, чтобы, знаешь, а то вдруг твою подобьют У нас такая запаска бывает Возможно, возможно Так, ну давай, поехали Я тебя веду, но что-то мне подсказывает, что этот лёд будет очень далеко находиться А, кстати, походу он будет вообще, возможно, за городом В пустыне, знаешь? Я помню, да, что этот лёд, это вот такая какая-то сбегаловка В полупустыне-то приезжаешь Хотя, нет, я уже вижу, где он? А, видишь уже? Ну, окей О-о-о, нормально так Аварию, видишь? Это, короче, дрифт по португальски, да, так не далеко развернуйся Серьёзно Кувырочком А там на каком-то береже, что ли? Да, знаешь, где-то это находится, как это называется? Вот тот парк на пляже развлекательный, там, где вот это колесо обозрения В общем, в реальности это называется Санта-Моника Пляж, что-то такое А как тут называется, я не помню Тут, наверное, по-другому, скорее всего, немного То есть я уже тут, то есть я просто Ну, надо выбрать нормальное направление, а то, знаешь, сейчас мы с тобой заедем туда так по-царски, по-барски Нас там вынес Да, да, да Я просто заехал так неудобно, хотя сейчас я попытаюсь... Это такое ощущение, что он под мостом Ты, снизу этой конструкции А нет, показываешь сверху, вол А что, они на самом этом парке аттракционов устроили? А, не-не-не, всё-всё-всё, тут они тут А я уже тут, кстати А можно вообще, знаешь, с двух сторон, то есть ты с той стороны туннеля, а я с этой стороны И мы, короче, прижмём сразу с двух направлений А, точно, это туннель Ага, только я не знаю, где... А, нет, вижу, всё, вижу, вижу Вот, видишь, я с одной стороны, а ты с этой Давай я синхронно начнём по отчёту их выстреливать Так, дай мне секундочку, я спрячусь за углом Давай А я за машиной свою спрятался, правда её повредят тогда, ну ладно Степь, смотри, смотри, смотри Фиромир, бери ракетную установку, я стреляю в одну машину, ты в другую У меня ракетниц нет, ну у меня есть эта, сигнальная ракета, я подожгу кого нибудь Ну ладно, тогда Давай, всё, я стреляю, давай Поджёгся, чувак, поджёгся Тууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууун Ну они такого вот очень не ожидали, знаешь, прям с двух сторон, какая-то садка. Я их просто ракетами так раскидал. Так. Просто шесть, знаешь, как там каких-то неудержимых мы с тобой заехали просто по харту. Только не Ван Дамм, а Фермер и Эдит. Да, и миниганчик еще как-нибудь не хватает, знаешь, зайди. Какая-то мига вижу. Все, Фермер, я убрал, садись. Давай. Давай, короче, в одну точу. А, нет, нет, смотри, я давай на байке буду тебя сопровождать с обрезом. Ну я тоже, я тоже на байке. Давай, мы два байкера, короче. Я никогда на байках не ездил. Давай. И троповик обрез на байке, ну это, знаешь, прям как... Это как кино какое-то, как Терминатор, да? А тут, кстати, далеко ехать, но я не уверен, что они на нас будут нападать. Как думаешь? Ну, не знаю, посмотрим. Но, кстати, мы достаточно уязвимые тогда будем, так что надо быть готовым. Мне кажется, тут лучше съехать. Я скоротил себе один километр, только... А, о-о-о, а я поехал по этой дороге сейчас тоже попробую куда-нибудь выехать. Да-да, вот мне кажется. Да, честно, мне лишний километр, я не очень горе желанием проезжать. Если на нас еще сейчас нападут, то вообще тебе попадет до последнего. Да-да, ну все-таки лед-то везешь ты, так что... или стоп? А, нет, нет, ты везешь, да? Нет, 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 нет. Так что если меня убьют, я, знаешь, как... Я задержу их так сзади буду отстреливать. Отвечешь внимание на тебя. Да. Хорошо, потихоньку сейчас мы проезжаем. Кстати, знаешь, что мы попутно, выполняя задания, можем искать машины, которые нам дал Симон? То есть я одну уже доставил, помнишь, Хаммер доставил? Да-да-да, ну вот я кроме Хаммера, вот я больше не знаю, как они выглядят. Хотя в последнее время мы начали на карте такими зелененькими значками их отображать, по-моему. Что-то такое появилось. А, ну значит они... Ну Хаммеров я вижу большое количество, поэтому если я найду, я могу тебе его предоставить, и ты сможешь его... Ну главное, чтобы там не надо было перекрашивать за 10 тысяч долларов, когда ты выручку получаешь в размере, сколько там, 5 или 7. Ну, знаешь, я тоже лоханулся, потому что там можно выбрать какие-то дешевые покраски, знаешь, а я выбрал там за 10 тысяч. А, да, такую царскую, да? Да-да, то есть там есть покраски за 200 долларов, а я выбрал там за 10 тысяч, а потом мне за задание предоставили 7 тысяч. Ну все, отлично мы с тобой доехали, прям даже без происшествия особо так, быстренько сработались мы с тобой. Только что у тебя кровавлено колено так, типа, вот, нехерой. И знаешь, весь этот пакетик мы ему отдали. Да-да. Мы сами могли это, знаешь, толкнуть и разбогатеть, по-моему. Еще подороже. Ну, знаешь, как бы репутация, нужно свою репутацию поддерживать. Да-да, это у нас все ниггерское кетоство. Да-да, свое имя. Нормально, почти 7 тысяч долларов дали. Ну мы, если честно, очень оперативно сработали, то есть я только в этот туннель запустил три ракеты. Там полностью все взорвалось и мы выиграли. Ну давай, сейчас перейдем в свободный режим и там же, я думаю, продолжим в открытом режиме. Парам-пам, ребятки, мы начинаем в задании еще одну полугону для символов. Да, мы все-таки решили пройти еще одно задание. После этого пойдем купим, наконец-то, вторую серию подряд, не можем решиться, масочки, да? Ну что, ребят? Да, это, блин, знаешь, какой-то район каких-то толстяков. Меня тут, прямо вот я хожу, они трясут своим жиром, причем еще едят какие-то вкусняшки. Это заставляет задуматься, что нужно более здоровый образ жизни. Ну, недавно фастфуд открыли тут, наверное, вот они в сезон. А, да-да-да, поэтому у них тут сезон охоты на бургеры начался. Так, ну потихоньку сейчас я за тобой туда вынуждяю. Давай, я смотрю по карте, пытаюсь как можно короче путь найти, чтобы туда домчаться как можно быстрее. Так, а что нам нужно, я как-то даже не вникаюсь в задание, то есть... Заберите какой-то, как, как, копьет какой-то. Слушай, так это же машина, что у меня, то есть нам нужно забрать точно такую же машину, как у меня. А-а-а, ну окей, давай. А почему я ему свою машину не могу предоставить? Ну да, только ты так немного... Опустишься по ставкам, короче, купил за 100 тысяч баксов, а потом тебе заплатили десятку. Не очень круто, но все же. Так, ладно. Как я вижу, это очень далеко, то есть сейчас мы с тобой, Фиромир, будем очень далеко ехать. А знаешь, я думаю, даже перекручусь сейчас на вид от первого лица, чтобы показать такие красоты прямо из кабины. Правда, за мной еще милиция немного едет, но это вот так уже делается. Как? Что ты сделал? А, ты толстый. Да, уначе, короче. Гетто пухлых. Да-да. Вот такая сейчас подстава в описании. Гетто пухлых. От первого лица вроде бы нормально, но я сейчас поднимался по горке, и когда на нее поднялся, машина при мной сразу же появилась. То есть я ее даже не видел. Ну да. Да-да. Такие ситуации не очень. Но все же, мне кажется, первое лицо более так приемлемо для перестрелок, потому что ты видишь свое оружие, тебе приятно с него стрелять, а в машине не очень удобно, если честно. Ну да, потом еще причем эффект такой, вроде бы когда ты просто ездишь, то достаточно стабильно чувствуешь управление, а когда ты от первого лица, тебе начинает сразу дополнительный какой-то занос появляется. То есть тебя заносит вообще в стороны, и это тоже не очень удобно. Ну, кстати, мы уже почти приехали, сейчас секундочку, просто смотрю маршрут. Ага, вижу. Это, видимо, в этом Вайнвуде, который местный, сейчас мы с тобой тут угоним. То есть Тачилу. Машиночку какого-то там олигарха. А, кстати, она, по-моему, передвигается, так что нам придется ее прямо... Ого, точно, я ее как-то даже не заметил, если честно. Смотри, у меня есть обрез, и в принципе, если я подъеду достаточно близко, то я с обреза смогу его моментально забрать, хотя что-то я его сейчас найти не могу. Что-то он у меня не выбирается, но... А-а-а... Ну, мне кажется, с обреза нельзя стрелять только с пистолетом и из... А с обрезом можно стрелять только походу с мотоцикла, я понял. То есть с мотоциклом можно из обреза стрелять, а из этого, из машины нельзя. Ну, в принципе, логично, потому что он уже такой дешиловатый. Так, я его убил, прям хедшотик в движении. А, нормально. Хедшотик в движении. РКСК не дает себе... Так, жалко, что я этого не видел, у меня просто машина съезжала здесь и въехала в текстуры. Давай, ты за мной, мне нужно твоей помощь. Давай, я тебя буду, короче... Смотри, пропущай. О, давай. Главное, чтобы я не... Ты не взорвался. Ты не взорвался. Вау, офигенно! Просто... Только я перевернулся, блин, капец. Офигеть. Это был опасный. Недалячи по Юла называется. Ага. А ты, кстати, в полете же можешь контролировать машину, что тебе нужно... Натронировать-то я могу, но... Все равно. Все равно. А, твою жизнь. Я тоже менты запалили, как они. Да. И главное, запалили тогда... Они появились просто-напросто ниоткуда. И это иногда бесит, потому что... Они, знаешь, прямо перед твоим лицом появляются, и ты ничего не можешь сделать. Как это... Блин, походу из-за этого падения дикого у меня, короче, что-то с подвеской произошло. У меня теперь машина влево забирает постоянно. То есть она постоянно смещается влево, блин. Ага. Это даже не колеса, это, видимо, подвеску пробило. Фиромир, ты сволочь. Я не успел спрятаться, и ты возле меня проехал, и опять на меня ментов на этом привело. Рили? Так, а я сам только что от ментов, короче, улизнул. Надеюсь, что... Я щас, по-моему, я опять спалюсь. Нет, улизнулся, улизнул. Ну давай, попробуй вырваться оттуда, я пока что буду подъезжать к точке нашего назначения. Ну я прячусь в машине, надеюсь, они меня не заметят. Да, ну если бы была бы ночь, то было бы дальше. Вообще прям по громке мы бы сейчас. Окей, щас я потихоньку... Такую классную точилу нашу, прям, вот такая Ferrari красненькая, прям как из журнала. Так. Ну все, я уже подъезжаю. Тебя еще ищут? Меня... Ух, ты ж нафиг, меня ищут и меня нашли. Блин. Ну давай, короче, там врывайся потихоньку, я тут буду тебя, короче, это ждать. Просто если я сейчас к тебе подъеду, то меня тоже опять нужно искать, еще больше копов будет, так что это такое дело. В принципе, да, но я куда-то заехал еще хуже, чем я где-то был, то есть, я не знаю, куда я еду. Ты прикинь, я на постройку заехал, ребята. Ага. Ну ладно, пока ты тут развлекаешься с этими снами... Развлекаюсь. Развлекаюсь. Развлекаюсь очень. Я буду своим умом развлекаться с прохожими, короче. Иди там ищи толстячков. Да. Ох... Ферамир охотник на толстячков, да, опасно. Возвращение легенды. Да. Нет, не ищи, нет, 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 не пали меня, пожалуйста. Ху, не успел. Все, прошел. Блин, меня в розыск объявили, короче, сейчас я тоже... Ну, давай, ну, в принципе, далеко, так что я тебя спалить не смогу. Офигеть. Я, по-моему, понял, почему меня заносило влево. Представляешь, колесо прям продавилось внутрь машины, прикинь? Ага. Офигеть. И чувак какой-то прохожий сказал, unbelievable, прям в тему. Прям в тему. Окей. Барь. Не верится, блин. Невероятно. Во! Наконец-то! Я убежал. Не может быть. Давай, ты на моих полицейских не наткнись. Они у меня тут прямо перед концом этой траектории. Да, я не знаю, могу ли я натравиться. Офигеть. Какой-то яхт-клуб. Я бы когда тут ездил, я реально нашел какой-то яхт-клуб. Прям яхт. А это круто. Даже яхту себе можно купить, но такой роскоши мы себе позволить пока что не можем с Вирамиром. Сколько она примерно стоит? Я даже по... Около 400 тысяч, как я смотрел. А, ну это не хило. Это прям как спорткар такой добротный. Да. Ну, даже тот миллион, который нам дали за предзаказ, мы думали, что вот с этим миллионом мы будем самыми богатыми и сможем купить все. Но оказалось, что мы себе купили только квартиру и по машинке. Ну и... Я на самом деле думаю, Эдисон, что в принципе так даже интереснее, потому что представляете, что у нас вообще все было и какой интерес играть. А так у нас все-таки мы купили как бы квартиру, да, но это... И еще много есть чем покупать. То есть даже если честно, то с этим миллионом не так уж интересно. Ты прикинь, если бы мы начинали как последние бомжи, например, там насобирали себе там 20 тысяч, купили себе какую-то там халупу, потом потихоньку развивались, развивались, там. Ну да, в этом может быть отдельный интерес есть. Но для этого можно вообще сделать просто новых персонажей, и там он как раз может прям с нуля все это и делать. Но все же нам еще многое предстоит, чтобы купить яхты. Посмотрим, сколько нам Симон предложит. Ну за две машины, я думаю, больше будет гонорар, соответственно. А, стоп 1 машина. Да я тупанух. Какие две? Так, 15, вот GP. О, нормально, 8 штук. Неплохо. И у меня 13 уровень. Отлично, отлично. Так, ну давай тогда уже продолжим, когда будем свободно перемещаться по этому миру. Ну что, ребята, вот мы прошли несколько заданий, все-таки мы решили перенести наши масочки опять на следующую серию. Но в следующей серии мы сразу же начнем от магазина. Да, мы что сделаем? Да, и смотри, я думаю, что мы во-первых сделаем магазинчик, то есть маленькое такое ограбление, да. И сразу же после этого мы возможно сделаем и большое ограбление уже начнем. Потому что... Да. Ты видел это, да? Опасно. Да, спасибо за деньги. Ты убил, я подобрал. Да, в общем, ребятки, я думаю, что в следующей серии мы маленькое ограбление сделаем, уже начнем готовиться к крупному ограблению банков. Вот. Поэтому, думаю, можете ставить свои лайки, рассказывать друзьям, писать комментарии, кто хочет попасть в клан с вашим ником и... Свол тебя, Эдисон. Ща я пока ментов поубиваю. Ну все. Давай. В следующей серии мы уже создадим наконец-то наш клан и со сельфи-стерии начнем приглашать подписчиков туда, да, Ферамир? Да, так что не хворайте. Всем благо. И всем пока. На этом заканчиваем. Пока.